На заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Насанбаев на своем выступлении высказался о стекущей ситуации с ликвидацией свалок в регионах. Самое большое количество выявлено в Акмолинской и Карагандинской областях. В рамках данного выступления Департамент экологии провел рейдовые мероприятия совместно с Экиматом, отделами полиции и ЖКХ по имеющимся свалкам. Также были озвучены причины возникновения стихийных свалок и способы ликвидации данной проблемы. Подробнее об этом смотрите далее в сюжете. Именно так это выглядит. Груды всевозможного мусора, начиная от крупного строительного и заканчивая бытовыми отходами. Администрация района всячески пытается помешать увеличению масштабов свалки. И даже установила камеры видеонаблюдения. Но и это не мешает некоторым жителям продолжать свозить сюда свои мусорные отходы. Эта свалка с 2019 года образовывается. В 2019 году было выдано 3 гектара сельскому Экимату. И дополнительно здесь попланировалось сделать перерабатывающий комплекс. Дали 9 гектар компании, чтобы сделать перерабатывающий комплекс. Но в последующем жители отказались от этого комплекса. И по судебному решению это было все аннулировано. В настоящее время получилась такая свалка. Сейчас идет буртование. Как вы видите, буртование. Мы хотим это все еще забуртовать. И готовим проект. Все это переработать и вывести. Всегда почти жители обращают внимание на эту свалку. Потому что разлетается мусор. Тут недалеко проходит речка. И все это сказывается на экологическое. И вот было решено такое, чтобы убрать ее отсюда. Министр экологии отметил, что главной причиной образования несанкционированных свалок является недолжное обращение с коммунальными и строительными отходами. Что показывает некачественную работу со стороны Экиматов. Занимаемся экологической очисткой и санитарной уборкой поселка. Что в Арнастайе, что в поселке Экимат районно выделяет деньги. Нам этих денег не хватает. Но мы стараемся вывести. Также нам помогают спонсоры. Крысианские хозяйства. Ибо честильные сладки, я думаю, виноваты прежде всего мы сами. Потому что у нас такой менталитет. Так что все начинается с себя, с каждого дома. В летний период от жителей близлежащих районов нередко поступали жалобы по поводу крыс, насекомых и неприятного запаха. Мусор еще есть. Мы сами иногда стараемся проводить субботник и убирать его. Мусор доставляет нам большие неудобства. Нашим детям даже негде играть. Если бы было достаточно финансов, у нас было бы больше техники и процесс уборки шел бы быстрее. Министерство экологии считает, что культура обращения с мусором должна быть включена в образовательные программы на всех уровнях. От детского сада до университета. Раздельный сбор и переработка отходов должны стать важной частью повседневной жизни граждан. Эдуард Погребицкий, Алишер Шакубаев, Кокщик Парад.